Продолжение следует... 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 Уже на момент диагноза имели больший индекс массы тела, чем те пациенты, которые впоследствии не развили в клинической картине своей морбидное ожирение. То есть те пациенты, которых не наблюдалось после лечения морбидного ожирения, на старте, на момент диагноза, обладали меньшей массой тела, чем другая группа пациентов. И когда мы рассмотрим, мы рассмотрим, что мы рассмотрим, потому что мы рассмотрим, что они уже были более обезьяны, тогда обезьяны уже после диагноза. И поэтому мы рассмотрим на симптомы в истории этих пациентов, и мы видим, что самый последний симптом – это болезнь, followed by visual impairment, growth retardation, neurological symptoms, weight gain, polyuria, and disturbance of pubertal development. Если мы посмотрим на группу пациентов, которые впоследствии имели морбидное ожирение, то также их успокоила и головная боль, и нарушение зрения, и замедление роста, и неврологические симптомы, и полиурия, полидепсия, и нарушение полового развития. И на top of these columns, the numbers show you the duration of the time and duration of symptoms before diagnosis. And as you can see, growth retardation was really noted in the documents really early, 24 months before diagnosis. And also weight gain was recorded 24 months, that means 2 years before the diagnosis was made. И сверху на этих колонках вы можете увидеть цифры, которые символизируют длительность времени, в течение которого пациентов беспокоили перечисленные симптомы до постановки диагноза, до выявления опухоли. Данная информация, представленная на слайде, была взята из медицинской документации. И как мы все с вами представляем и понимаем прекрасно, в медицинской документации не всегда полностью и достоверно отражены данные о пациентах. И нам хотелось узнать, есть ли более достоверные источники, говорящие о замедлении роста и увеличении массы тела у наших пациентов. И, к счастью, у нас в Германии есть национальное исследование, было проведено национальное исследование здоровья, и мы обладаем абсолютно достоверными данными. По клинической картине наших пациентов. Как вы можете увидеть на данном слайде, национальное исследование здоровья проводится в нескольких группах, обозначенных от U1 до U9. Например, U1 – это новорожденные пациенты, U5 – это дети на 6-7 месяце жизни, и U9 – дети на 60-64 месяце жизни. Итак, на данном слайде представлена информация о ростовых показателях. Это пациентов, обследованных в нашем национальном исследовании. Как вы можете видеть, группы, о которых мы говорили на предыдущем слайде, U1-U9, отображены внизу графика. Всего было обследовано 90 человек. И диагноз был установлен приблизительно в возрасте 9 лет. И на данном слайде представлены ростовые показатели данных пациентов. Как вы можете видеть, группа U6 в этой группе начинают снижаться ростовые показатели у детей. И к возрасту 9 лет они начинают отставать от сверстников. И я хочу вам напомнить, что группа U6 – это дети 10-12 месяца жизни. И благодаря этому исследованию мы можем заключить, что отставание в росте замедления роста является наиболее ранним симптомом, говорящим о наличии краниофарингиомы у детей. These are the data for BMI-STS. The labeling is missing. But you can see, once again, U1-U9 diagnosis and years after follow-up, that for BMI-STS, for weight, this weight gain occurs pretty late. That's the age of five years. That's almost two to three years before diagnosis. So weight gain is a rather late symptom in the history of these patients. На этом слайде представлены показатели индекса массы тела у пациентов, включенных в исследование. И как вы можете увидеть, показатели индекса массы тела начинают увеличиваться в возрасте 5 лет за 2-3 года до постановки диагноза. И из этого слайда и нашего исследования мы можем заключить, что увеличение массы тела является более поздним симптомом, говорящим о наличии краниофарингиомы у детей. And when we look at the same data and look for patients without hypothalamic involvement and with hypothalamic involvement, we see that in patients with hypothalamic involvement, they develop obesity after diagnosis. And patients without hypothalamic involvement, they pretty often are normal weight before diagnosis, at diagnosis, and they stay in normal weight after treatment. На этом слайде отображены данные о индексе массы тела у пациентов с вовлечением и без вовлечения гипоталамуса. Как вы можете заметить, на графике, отражающем данные пациентов с вовлечением гипоталамуса, у них гораздо чаще развивается морбидное ожирение по сравнению с данными пациентов, у которых краниофарингиома не воздействовала на гипоталамус. Okay, whenever you want to think, want to judge about the best treatment, you have to look at patients who have received this treatment, and you have to look at their quality of life and their survival after these treatments. And in order to answer these questions, you need a lot of patients and you need a long follow-up. And we have a registry and we have collected many patients in this registry. So we analyzed quality of life and survival in this large group of patients. Итак, для того, чтобы выяснить, какой же лучшей тактикой будет, какая лучшая тактика нужна для лечения наших пациентов, не только с краниофарингиомом, но, в принципе, и с любыми другими заболеваниями, безусловно, нужно посмотреть на исходы лечения, на продолжительность жизни, на выживаемость пациентов. К счастью, у нас есть немецкий регистр детей с краниофарингиомами, в которой уже набрано 576 пациентов, и мы наблюдаем за этими пациентами уже длительное время, и мы можем поделиться своими данными и своими наблюдениями в связи с нашим регистром. Итак, в нашем немецком регистре краниофарингиом мы можем пронаблюдать за 280 пациентами, которые были диагностированы до 2001 года, и мы можем пронаблюдать показатели выживаемости у этих пациентов и посмотреть за качеством жизни и психосоциальным статусом у этих пациентов. На этих двух графиках отображена 20-летняя выживаемость пациентов в соответствии с объемом резекции опухоли. Представлена как общая выживаемость, так и выживаемость пациентов без прогрессирования заболевания. Если вы посмотрите на данные учебников, которые рассказывают нам о краниофарингиомах, эти данные говорят о том, что полное удаление опухоли ведет к отсутствию прогрессирования заболевания. Но мы могли показать, что не было разница между пациентами, которые получили полную резекцию и пациентами, которые получили полную резекцию. Наши данные позволяют нам утверждать, посмотрите, пожалуйста, на правый график, на правую кривую Капана-Майера. Мы утверждаем, что полное удаление и неполная резекция краниофарингиомы не ведут к различным показателям выживаемости без прогрессирования. И как вы можете видеть на представленных здесь графиках, 20-летняя выживаемость у пациентов с вовлечением гипоталамуса более низкая, чем выживаемость у пациентов, у которых краниофарингиома не повреждала гипоталамическую область. Каковы причины смерти пациентов с краниофарингиомы? Как вы можете видеть на представленной таблице, 25% пациентов умерли от острой надпочечниковой недостаточности и электролитного дисбаланса. И как представлено на данной таблице, вы можете видеть, что практически все пациенты получали терапию, заместительную гормональную терапию. Но кто лечил этих пациентов с краниофарингиомами? Посмотрите внимательно, почти две трети наблюдались эндокринологами, но удивительный факт, почти 10% пациентов остались без медицинского наблюдения. Поэтому эта проблема требует разрешения в Германии, поскольку эти пациенты, пациенты с краниофарингиомой, требуют очень пристального наблюдения как эндокринологов, так и хирургов. Итак, мы посмотрели на качество жизни и психосоциальный статус у наших пациентов с краниофарингиомой. Мы использовали опросники психосоциальных статусов, название опросников представлено на слайде. Мы опросили 108 пациентов с краниофарингиомой, 30 взрослых братьев и сестер, 35 взрослых пациентов. И наше исследование позволило нам утверждать, что главным фактором риска является вовлечение гипоталамуса. На данном графике представлены области функционирования у детей с краниофарингиомой согласно опроснику. Посмотрите, в когорте пациентов с вовлечением гипоталамуса, у них статистически значимо наблюдалась меньшая физическая активность, чем у пациентов с краниофарингиомой без вовлечения гипоталамуса. На данном слайде представлена оценка жалоб на слабость с помощью МФИ-20 опросника у детей с краниофарингиомой. Посмотрите внимательно. Пациенты с вовлечением гипоталамуса предъявляли больше жалоб на усталость во время физической активности, и у них наблюдалась сниженная мотивация. Говоря о психосоциальном статусе пациентов с краниофарингиомой, мы можем сказать, что пациенты с краниофарингиомой без вовлечения гипоталамуса чаще, статистически значимо чаще состояли в браке или в отношениях, и чаще имели водительские права, что безусловно связано с тем, что у пациентов с краниофарингиомой с вовлечением гипоталамуса наблюдаются нарушения зрения. Профессор Херман Мюллер подчеркивает, что он был удивлен, увидев данные о том, что не было статистически значимых различий в профессиональном обучении и трудоустройстве между группами. Итак, нам очень интересно узнать, какой же эффект оказывает хирургическая гипоталамуса на исходе лечения краниофарингиомы у пациентов с тяжелым вовлечением гипоталамуса в предоперационном периоде. Конечно, самым интересным вопросом является то, что вопрос, имеет ли прогностическое значение первичное вовлечение гипоталамуса или все же большую значимость имеет хирургическое повреждение гипоталамуса в постоперационном периоде на исход лечения детей с краниофарингиомой? Итак, на двух верхних картинках слева вы видите опухоль, которая не распространяется за пределы селярной области, которая не распространяется за пределы селярной области, и вовлечения гипоталамуса нет, а справа на магнитно-резонансной томограмме вы уже видите пациента после операции опухоль была удалена, соответственно, так как вовлечения гипоталамуса нет, то степень здесь поставлена нулевая. Посередине на двух магнитно-резонансных томограммах представлена слева гранила фарингиома с вовлечением передних отделов гипоталамуса. Как вы можете видеть, задние отделы гипоталамуса интактны. И на нижней левой томограмме вы видите вторую степень, когда краниофарингиома вовлекает и передний, и задний отделы гипоталамуса. На данном слайде представлены магнитно-резонансные томограммы. Они обведены красным прямоугольником. Это пациенты с краниофарингиомами, которые вовлекали как передний, так и задний отдел гипоталамуса. И на нижней левой стороны вы видите, что эти пациенты были в различных лечениях. В этом пациенте, не было ни гипоталамуса института. В этом пациенте, не было ни гипоталамуса института. Справа представлены три томограммы пациентов в постоперационном периоде. Сверху справа вы можете видеть томограмму после удаления краниофарингиомы без хирургического повреждения гипоталамуса. Посередине вы можете заметить, что было нанесено хирургическое повреждение переднего отдела гипоталамуса. И правая нижняя томограмма, на ней заметно, что опухоль краниофарингиомом была полностью удалена. Но, к сожалению, также были повреждены как передний, так и задний отделы гипоталамуса. This table shows you that we found 109 patients who had severe hypothalamic involvement before surgery. They had a grade 2 involvement, which means all these patients had an involvement of the anterior and posterior hypothalamus. На данном слайде представлена таблица наших наблюдений за 109 пациентами с краниофарингиомами, в которых присутствовало тяжелое вовлечение гипоталамуса как переднего, так и заднего отдела в предоперационном периоде. And these patients, these 109 patients with severe involvement, had different treatments. 21% of these patients were treated so that they had no surgical hypothalamic lesions. 27% were treated so that anterior surgical hypothalamic lesions after surgery. And 52% of all patients had anterior and posterior hypothalamic lesions after surgery. И все эти пациенты были по-разному пролечены хирургически. Посмотрите, 21% в постоперационном периоде не имели повреждений гипоталамуса. 27% в постоперационном периоде имели повреждения переднего отдела гипоталамуса. И 52% пациентов были нанесены хирургические повреждения переднего и заднего отделов гипоталамуса. Мы проанализировали наших пациентов для того, чтобы выяснить показатели общей выживаемости, выживаемости без прогрессирования, качество жизни, самооценка, самооценка и родительская оценка с помощью опросника, также функциональные возможности пациентов, проведенная самооценка с помощью различных шкал. And the subgroups of patients, which we have characterized, were very good, comparable in terms of gender, age-a-diagnosis, follow-up, and tumor size. И на данном слайде представлены сабгруппы пациентов. Как вы можете заметить, они разделены по количеству в процентном соотношении, по возрасту на момент постановки диагноза, по полу, по возрасту на момент исследования, по интервалу наблюдения и размерам опухоли. And that's the first result. We looked at progression-free survival about the question, how frequently do progressions and recurrences occur? We saw no significant difference in groups who had no hypothalamic surgical lesion, anterior lesion or anterior plus posterior lesion. Итак, в первую очередь нам хотелось узнать о таком важном показателе, как выживание без прогрессии после хирургического лечения. И на данном графике представлены кривые Каплана-Майера для всех трех групп. И как вы можете видеть, мы не получили статистически значимой разницы между тремя группами. То есть выживание без прогрессии после хирургического лечения не отличалось между группами без вовлечения гипоталамуса, с вовлечением переднего отдела гипоталамуса и с вовлечением переднего и заднего отделов гипоталамуса. И вовлечением переднего отдела гипоталамуса And this graph shows you where the differences were. We looked at BMI-SDS in patients with out-hypothalamic lesion, with anterior lesion, and then in severe anterior-posterior lesion, and all these patients had pre-surgical involvement of a complete involvement of the hypothalamus. And we looked at the time point at diagnosis, at one-year follow-up, at three-year follow-up, and at last visit. And what we saw is that all patients had an increase of BMI-SDS after treatment. На данном графике представлено изменение индекса массы тела после хирургического лечения краниофарингеома. Все пациенты имели вовлечение гипоталамуса в предоперационном периоде. Посмотрите, мы видим здесь опять три группы без хирургического повреждения гипоталамуса, с повреждением переднего отдела гипоталамуса и с повреждением переднего и заднего отделов гипоталамуса. Как вы можете заметить, все пациенты после проведенного оперативного лечения набирали массу тела. И, как вы можете видеть, данные представлены по индексу массы тела на момент постановки диагноза, через год после постановки диагноза, через три года после постановки диагноза и измерения индекса массы тела во время последнего визита. Самый большой набор массы тела наблюдался в группе с повреждением переднего и заднего отделов гипоталамуса. Как вы можете видеть, увеличение массы тела не различалось между группами без повреждения гипоталамуса и группой с повреждением переднего отдела гипоталамуса. This is a busy slide showing you the quality of life in these groups. On top, you see the self-assessment. On bottom, the parental assessment. These A and C show you the first year and B and C show you the third year. На данном слайде представлена родительская самооценка качества жизни у детей после лечения кранев рентгенома. Вы можете заметить, что верхние графики отражают данные по самооценке у детей. А нижние два графика отражают данные родительской оценки качества жизни. Левые два графика говорят о данных через год после проведенного оперативного вмешательства. Правые два графика говорят о данных, отражают данные полученные через три года после проведенного оперативного вмешательства. And as you can see, differences occurred after three years and differences occurred in a way that patients with anterior and posterior hypothalamic involvement, these were the patients who had the worst self-assessed quality of life. Как вы можете заметить, различия возникли через три года после проведенного лечения. И график отражает данные о том, что повреждения переднего и заднего отделов гипоталамуса были связаны с худшим качеством жизни как в связи с самооценкой детей, самих детей, так и с родительской оценкой качества жизни детей. I know it sounds a little bit funny, but that's a negative rating. The higher the values, the lower the assessed quality of life is. So, for instance, that's very low assessed quality of life because the higher value and the lower the value, the better the self-assessed quality of life is. Professor Herman Müller хочет уточнить, что, несмотря на то, что, возможно, это покажется не очень правильным, но правые три ящика с усами на правом нижнем графике отражают следующее. Чем ниже расположен ящик, тем лучше качество жизни. Чем выше расположен ящик с усами, тем хуже качество жизни ребенка. Okay. From this, I would like to conclude that posterior hypothalamus sparing surgical strategies does not result in increased relapse and progression rates, improves the quality of survival and ameliorates the development of severe obesity, also in cranial pharingeoma patients at high initial risk for hypothalamic obesity due to primary pre-surgical anterior and posterior hypothalamic involvement. Итак, хирургическая тактика, направленная на сохранение задних отделов гипоталамуса, не приводит к более частому рецидивированию прогрессированного заболевания, улучшает качество жизни в постоперационном периоде и связана с более низкой частотой развития морбидного ожирения у пациентов с кранью фарингеом и высокого риска по гипоталамическому ожирению из-за первичного вовлечения переднего и заднего отделов гипоталамуса. The second conclusion would be that anterior surgical hypothalamic lesions do lead to similar weight development like patients without hypothalamic lesions and that these anterior surgical hypothalamic seem to be acceptable with regard to the risk of hypothalamic obesity. However, I want to show you that we have data that neuropsychological securely seems to be related to anterior hypothalamic damage as we have found for oxytocin. occytocin is produced in the hypothalamus, and it's a hormone that influences social behavior and weight development and hunger, which are all things which are frequently disturbed in craniopharyngeoma patients. So we are able to analyze 34 craniopharyngeoma patients and 73 healthy controls, and we measured ocitocin in saliva and urine using enzyme-immunoassay, and we analyzed the situation before and after a standard meal. These were the results, and we were really surprised. We looked at the oxytocin concentrations before standard breakfast, after standard breakfast, and at the changes of the oxytocin concentrations in saliva, and we were not able to see differences between controls, patients with craniopharyngeoma without hypothalamic involvement, and patients with craniopharyngeoma with hypothalamic involvement. Итак, на данном слайде представлены данные о концентрации окситоцина в слюне у детей с craniopharyngeoma до завтрака. Это график под буквой A. После завтрака график под буквой B. И разница между концентрациями окситоцина в слюне после приема стандартизированного завтрака до и до завтрака. Это график под буквой C. И самым удивительным является то, что если вы посмотрите на график A, вы увидите, что концентрации окситоцина между группой контроля пациентами с craniopharyngeoma без hypothalamического вовлечения и пациентами с craniopharyngeoma с вовлечением hypothalamуса статистически значимо не различались. Но когда мы looked at the different grades of hypothalamic involvement, there we found differences. You see here the situation before breakfast, after breakfast, and the changes, you know. And you see that in patients with grade 1 hypothalamic involvement, and these other patients, when you remember, are the patients with anterior part involvement of the hypothalamus, they showed and presented with lower oxytocin concentrations And we decided to look at the concentration of oxytocin in the lungs with 34 patients with craniopharyngeoma with various levels of infection of hypothalamus. And here we really saw a difference. As you remember from previous slides, the level of grade 1 обозначает grade 1 на графике A означает вовлечение переднего отдела гипоталамуса. И как вы видите, в данной когорте пациентов концентрация окситоцина была значимо меньше по сравнению с другими группами. And we also looked at the correlation between the changes of oxytocin concentration in BMI in these patients that we found that there is a positive correlation the higher the BMI-SDS, the lower the changes in oxytocin before and after standard meal. На данном слайде представлена корреляция между разницами концентрации окситоцина и индексом массы тела у 34 пациентов с craniopharyngeoma и 73 здоровых лиц до и после завтрака. Мы обнаружили наличие положительной корреляционной связи, что означает, что с увеличением индекса массы тела снижается концентрация окситоцина у таких пациентов. So what we wanted to know is what does treatments do when we give oxytocin and we analyzed this in 10 patients. We administered 24 units oxytocin. It was a single nasal application via spray. And we looked at, we measured oxytocin once again using radioimmunic assay and we looked at neuropsychological effects of this administration with neuropsychological methods. И нам было очень интересно посмотреть, пронаблюдать за нейропсихологическими эффектами применения препарата окситоцина. Итак, у 10 пациентов с краниофaryngeомами мы применили 24 международных единиц окситоцина однократно, интраназально. Впоследствии мы определили с помощью радиоиммунного анализа концентрацию окситоцина в слюне и моче до и после применения окситоцина. И, конечно, мы оценили восприятие и идентификацию выражения эмоций с помощью голоса и оценили настроение с помощью различных опросников. И вот эти данные, на табле, которые показывают 10 пациентов которые мы сочетали окситоцина. И, самое главное, что 4 из этих 10 пациентов они имеют пост-оператив-хипоталамик лезион, ГРАД-1. These были пациенты у них имеют антериал лезион и эти пациенты где мы speculated они могли действительно benefit от окситоцина substitution. На данной таблице представлены наши 10 обследованных пациентов. И, как вы можете заметить, у 4 из них присутствовало хирургическое повреждение гипоталамуса первой степени. Как вы помните, это означает, что был поврежден передний отдел гипоталамуса в ходе оперативного вмешательства. И именно эта когорта пациентов для нас представляла наибольший интерес в плане введения интраназального окситоцина. Будет ли он эффективен? There is one thing which we thought about when you give it over the nose as nasal spray and you measured in the saliva there could be contamination it could be false positive in the results. So we measured oxytocin in saliva and in urine. And what we found is in both media oxytocin increased so we speculated it was resolved and that what we are measuring is not contamination in saliva. And of course we thought that we use oxytocin intranazally and we are going to measure the level of oxytocin in the lungs. Do we get a lot positive results due to contamination of the lungs? And we decided to measure the concentration of oxytocin not only in the lungs, but also in the urine to to avoid false positive results. Okay, these are the results and the results are not statistically analyzed because when you have only 10 persons, you can't make a statistical significant analysis. but we looked at patients with hypothalamic anterior involvement and these are the patients with the solid lines and all the other patients are the patients with the dotted lines and we found that patients with anterior involvement they were the patients who mostly benefited from this intranasal single administration as you can see. and we оценили нейропсихологические характеристики до и после однократного intranasal применения oxytozino 10 patients. Безусловно, как вы видите, здесь не указана статистическая значимость, а мы не стали проводить статистическую обработку данных, поскольку пациентов всего 10 человек. Конечно, на такой колорте пациентов трудно посчитать, практически невозможно статистическую значимость. Но все же, как вы видите на представленных графиках, здесь представлены данные о пациентах с хирургическим повреждением переднего отдела гипоталамуса. Эти данные отражают сплошные линии на графиках. Пунктирные линии отражают данные пациентов с хирургическим повреждением переднего и заднего отдела гипоталамуса. И как вы можете заметить, именно пациенты с вовлечением переднего с повреждением Извините, переднего отдела гипоталануса показали лучше, дали лучше, больше количество правильных ответов по распознаванию эмоций. So we would conclude from this that craniofaringioma patients continue to secrete oxytocin, especially when anterior archothalamic areas are not involved or damaged, and that oxytocin may have positive effects on emotion perception in craniofaringioma with specific lesions of the anterior archothalamic area, and craniofaringioma patients improved assignment to negative emotions after oxytocin. And this I have not shown, but that was also a result of our study. Итак, какие мы сделали выводы из нашего исследования? Безусловно, у пациентов с craniofaringioma не сохранена секреция окситоцина, особенно в отсутствии повреждения переднего отдела гипоталамуса. Окситоцин может оказывать положительное воздействие на восприятие эмоций пациентами с craniofaringioma с повреждением переднего отдела гипоталамуса. И после приема окситоцина улучшилось распознавание отрицательных эмоций пациентами с craniofaringioma. И в настоящий момент проводится международное исследование применения окситоцина на увеличение массы тела у пациентов с craniofaringioma. И в заключении своей презентации, профессор Херман-Муллер хотел бы поговорить об облучении, применение окситоцина в лечении пациентов с craniofaringiомами. На данном слайде представлено планирование для проведения протонной лучевой терапии, которая является наиболее современным методом лечения craniofaringioma и в настоящее время набирает популярность и применяется все чаще и чаще. В Германии, протонная лучевая терапия является методом выбора лечения пациентов с craniofaringioma, поскольку проведение данного вида терапии позволяет защитить жизненно необходимые органы, глаза, зрительные нервы. На данном слайде представлены кривые Каплана-Майера по выживанию и беспрогрессию пациентов с craniofaringioma при немедленном проведении лучевой терапии сразу после неполной резекции опухоли и выживание и беспрогрессия пациентов с craniofaringioma при проведении лучевой терапии на момент выявления прогрессирования заболевания. И что мы могли бы увидеть, и мы очень рады увидеть, что пациенты, которые получили irradiацию сразу после операции, у них не было в релапсе, когда сравнивали пациенты, которые не были irradiated и получили irradiацию позже, когда у них получили прогрессию с craniofaringioma. И профессор Херман-Миллер рад сказать, что данные, полученные в исследовании, доказали гипотезу о том, что проведение лучевой терапии у пациентов с craniofaringioma сразу после проведения резекции опухоли приводило к большему, лучшему выживанию беспрогрессии у пациентов с craniofaringioma по сравнению с группой пациентов, которым лучевая терапия была проведена уже на момент выявления прогрессирования заболевания. Одним из выводов, которые профессор Херман-Миллер хочет поделиться с нами, является то, что не стоит делать операцию, если в ходе операции велика возможность повредить передние отделки гипоталамуса. And when you do surgery in this way, there will also be residual tumor in areas where it's risky to operate? No, если перед вами стоит клиническая дилемма о том, что у пациента опухоль, которая ввлекает гипоталамус, и во время оперативного вмешательства велика вероятность повреждения переднего отдела гипоталамуса. And in these patients, you should consider to do irradiation because, you see, it's effective. It prevents further growth of the tumor. Сразу же после операции, таких пациентов необходимо проводить ручевую терапию для того, чтобы предупредить дальнейшее прогрессирование заболеваний. Okay, I would like to thank you, and I would also like to thank the patients. This is a support group. They are meeting every year, not in pandemic times, but usually they meet every year. And they ask the questions, which we are trying to answer in our research, and we are really grateful to them. And I would like to thank you for your attention. And I would like to thank you for the translation. I don't speak Russian language, but my Russian gets better when I hear you speaking. Definitely. Sounds very nice. Thank you very much. Thank you very much. And, скорее всего, встреча состоится, группа поддержки. Профессор Герман Мюллер, спасибо вам за интереснейшую лекцию. Нам поступили вопросы. Dear professor Herman Muller, thank you for your brilliant presentation, and we have a lot of questions to you. Dr. Svetlana спрашивает, дефицит каких гормонов наблюдался у пациентов после операции по поводу краниофрагиомы, кроме как дефицит окситоцина? Which гормонов deficits you would see after the operation on краниофрагиома, except for oxytocin? I have not mentioned this, but in most cases, and that's something we explained to the parents and the patients, in most cases it's necessary to remove the pituitary, to surgically remove the pituitary, which means there is a complete loss of all pituitary hormones. Профессор Герман Мюллер особо уточнил, что до проведения оперативного лечения они очень подробно разговаривают с родителями пациентов, поскольку в большинстве случаев у большинства пациентов во время оперативного вмешательства приходится полностью удалять гипофиз, и таким образом, безусловно, возникает постоперационный пангипопитуетолизм. И у меня возник тоже вопрос, который меня волнует достаточно долго. Если не полностью была удалена краниофрагиома, и развивается все-таки пангипопитуетолизм и дефицит гормона роста, назначаете ли вы гормон роста при неполностью удаленной краниофрагиома, если не получилось полностью удалить? So, Никита Владимирович has one question. Профессор Херман-Мюллер подтверждает, что это до сих пор является предметом дискуссии в научном сообществе, изначально при лечении злокачественных опухолей гипофиза, после проведения облучения гипофиза, считалось, что при развитии пангипопитуетолизма мы можем назначать терапию гормонным ростом, но мы должны подождать два года. В краниофрагиома, в ситуации есть разнообразие, потому что это не малый тумор, и мы знаем, что трепетия или субституционной с грофрагиома не позволяет тумор прогрессион или тумор релапс, то есть, there is no risk, что значит, вы должны решать индивидуально когда начать. Я обычно не стараюсь с помощью пангипопитов, я ждут за несколько дней, потому что у паницы должны быть вне субститивной отмене субститр, субститр, и это по факту и месяц, субститр, для того, чтобы панировать с помощью пангипопитов, и они должны быть после пангипопитов, months I start and the exact time point needs to be decided individually. But there is no fear of tumor promotion or anything like this. Prof. Hermann Müller уточняет, что в его практике он назначает заместительную терапию гормонам роста пациентам после операции через пару месяцев. Естественно, назначение терапии проводится на индивидуальной основе, но вот эти пару месяцев требуется для того, чтобы пациент освоился с назначенным уже десмопрессином, и заместительной терапией других поврежденных гормональных осей. В общем, в среднем через два месяца таким пациентам профессор Hermann Müller назначает заместительную терапию гормонам роста. And one more question. Whether you have some pharmacological options for recurrent craniopharyngioma? It's a little bit of a question whether relapse or the occurrence is located and whether it's cystic or non-cystic. Prof. Hermann Müller говорит, что, безусловно, применение фармакологического лечения, так скажем, возвратной краниофaryngioma, зависит от того, где расположен рецидив и является ли опухоль кистой. The conventional methods of treatment of any relapse is think about surgery, think about second-time irradiation, think about cystic therapy, cystic decompression, or installation of medication into the cysts. And the fourth option is a kind of chemotherapy against progressive craniopharyngioma. Prof. Hermann Müller Thank you very much. I just want to mention, in the fourth option, this chemotherapy, that's a new treatment. And there are experimental experiences and also some medication which is discussed that might be effective, but it still needs a trial. You know, whenever you have a single medication, you do experimental therapy, it's difficult to learn about the effectiveness of this medication. So, this new treatment, we just yesterday had a meeting and discussed this with the colleagues, this will be initiated perhaps this or next year. It's tramitinib and other targeted therapies which could help to prevent the progression. That's novel therapy which should be used in trials. And Prof. Hermann Müller And Prof. Hermann Müller I wanted to note that, unfortunately, Prof. Hermann Müller состоялась встреча, на которой они обсуждали потенциальное новое лекарство таргетной терапии, которое может быть введено в клиническое использование в этом году, а может быть в следующем году. We're waiting results. Danke, Sean. Ну и в завершении нашей трансляции, позвольте, несерьезный вопрос. And at the end of our translation... Broadcasting. Broadcasting, sorry. Никита Владимирович wants to ask you some... Unserious. Not really serious question. На весь мир известно некое мегалитические сооружения, или такая дорога из мегалитов, или дольменов, которая соединяет Ольденбург и Оснабрю. Были ли вы там, и каковы ваши впечатления от посещения этих мест? Оснабрюк. Есть известные дороги из мегалитов. Роди из мегалитов. Роди из мегалитов, из Ольденбурга до Оснабрюк. Оснабрюк. Вы там были? Роди из мегалитов. Роди из мегалитов. Роди из мегалитов. Роди из мегалитов. И я заходил в эти места, и это было perfect. Это было так хорошо. Нет ни доходов, ни доходов. Белый горы. Профессор Хармон Мюллер сказал, что это великолепный вопрос. Дело в том, что в связи с пандемией и коронавирусом нет возможности путешествовать за границу. Хотя обычно профессор Хармон Мюллер уезжал за границу либо в Египет, либо в другие страны. Но в связи с пандемией развитие получил местный туризм, туризм в пределах Германии, и поэтому профессор Хармон Мюллер как раз посетил эти мегалиты, эту прекрасную дорогу. Как раз у него был отпуск в течение двух недель, и они с женой посетили эту дорогу, а у них была пешеходная экскурсия, и они в полном восторге от этого древнего сооружения. Ну, тогда после окончания ограничений по перемещению граждан между Германией и Россией, мы вас с супругой приглашаем посетить и сравнить мегалитические комплексы Мурманской области, которые находятся не так далеко от нас, и у вас будет прекрасная возможность сравнить мегалиты Альденбурга и мегалиты Мурманская за полярным кругом на берегу Ледовитого океана. So, Никита Владимирович invites you after the pandemic to the Murmansk region, of course, with your wife, with your spouse, to see the megaliths there and decide whether they are identical to yours in German. And compare it. И работает наш друг Герман Мюллер, специалист в области нейрохирургии, нейроэндокринологии, и работает он в университетской клинике педиатрической эндокринологии и диабетологии в этом прекрасном, замечательном городе. Спасибо вам, Герман Мюллер, что нашли время и возможность подключиться и выступить в прямом эфире. Dear colleagues, today we have a special guest, professor Hermann Мюллер with us. He is the leading expert in the field of neurosurgery and neuroendocrinology and especially of craniopharyngioma. He is working at University of Pediatric and Adolescent Medicine in Oldenburg, Germany. Dear professor, thank you for a wonderful, brilliant presentation. We are so happy to have you here. So, thank you very much. Danke schön, professor Hermann Müller. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Danke. Auf Wiedersehen. Bye-bye. Bye-bye. Уважаемые коллеги, мы также прощаемся с вами. Спасибо, что провели с нами этот день. И с вами на связи был Санкт-Петербург. Перевод врач-эндокринолог Валентина Калугина и ведущий врач-эндокринолог Иванов Никита Владимирович. See you next time. Thank you very much. Danke schön. Bye-bye. Спасибо. До свидания. Auf Wiedersehen.